Родину ровненько. О, да, классно. Хе-хе-хе. Здесь вам вдруг хорошо было. Родину 50. Это тоже. Так, иди. Видах. Правую, там, вверх. Ну, и не каждый же поднятик поднятик поднятик. Это так, я такие музыки обычно у меня терапевты. Можно вот это движение, можно наставить? Нет, можно лежа просто переключить. Да, есть те же самые, правильно. Те же самые движения, они есть наставления. Нет, ну вот это. Давай я тебе покажу, как это сделать. Я знаю, как это делать. Но то, что вас поднимали, когда у вас, взяли эти два ножки, а это бывает. Вот это я еще не поднимал. Не поднимал, вы знаете, как это тогда, вот так вот мы делаем. Хе-хе-хе-хе. А, да, вот так. Так, тогда правую, там, вверх. Угу. Угу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А, это уже хорошо. Можем так танцевать. Там, вот. Руки зажимаем, вот здесь в замок. Большими пальцами вокруг черепа. Сама не делаешь, а просто падаешь. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Ох, не ладно. А это вот было где-то в районе соединения грудного позвонка. Да, иногда просто бывает оба, не падаешь. Не падаешь пока? На сочинение грудного позвонка с шейными позвонками. Сейчас, сделаем. Барфи-то, наверное. Я-то успела. Что пропустили? Ничего не пропустили. Я, можно сказать, только на канале. Ох, хе-хе. Расплодай, расплодай. Дальше. Лучше сейчас не говори. Оно на пресс расслабит. Пресс у тебя. Не наблюдаешь? Да. Потому что ты не сможешь так шататься. Клади игру по своей тяжести на руку. Угу. Вот видите, я даже специально закрою глаза, чтобы отключить мозг. Потому что в данном случае знания, они не только помех. Я чувствую руками вот эту вот расшатую мышцу, которые там в черепе присоединены. Я так не знаю. Желаю? Да. Вот. Продю голову еще раз. Мишка, для этого понять, я сначала надо на себя попробовать. На себя, да. Я в прошлый раз, когда на тренинге, еще не кому-то показал. Я не могу это понять, чтобы так пусть им на себя не помогало. Все мои движения... Сложно было, да? Не страшно? Никто не боится таких? Нет. Нет, я у мануальщиков. Мы завсегда так. Вот. Вот это вот я сколько проделал? Буквально минут пять. Но уже... Мы этого решим. Вы на это можете 500 рублей зарабатывать. Если вот примерно такие штуки будете делать. Далее у меня там есть... Коска заметит нормально. Сейчас не трогается голова. А зато смотри, в глазах ярче стало. Чувствуешь, что света много. Да. Ярче цвета, да? Да. Да? А пошел такой ток в голову? Мммм... Да. Вот. Дальше я могу продолжить бесконтактный массаж. Знаете? Когда вот 5-7 сантиметров от тела. Угу. Будем делать сначала токсение? Что? Бесконтактный? Мне похоже. Нануально. Нануально. Мне похоже. Ну давай пока садитесь, потом если что, продолжим. Матери, вы так уже довольте. Я не делала никогда. Такие. Такие не делала? Я говорю, что вы все знаете. Ну я... Нет, в виду мне никогда нечего. Ну ты глас, я расслабся. Не могу. Лечи, плечи расслабляй. Вылыхай, держи вместе с собой. Вот он будет начинать. Очень включенится плечик. А, ты же массажист там работаешь, да? Смотри, у тебя прям вот тут шишка вот. Да. Массаж. Да. А у нас, кстати, вот те кто проходят эти тренинги, они потом записываются с огромной скидкой на такие еженедельные тусовочки, где мы друг другу делаем массаж и изучаем более глубоко какие-то там дополнительные практики. Ну и кто там, кто встает, может догнать в развитии других людей. Пиши, пиши. 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 Сама не вращай. Чего ты за мной? Мы не танцуем. Пусть ты должна полностью быть расслаблена. Так, что у тебя только скелет тут остался. с посолом. Пиши. Толщина, дорога. Левую ногу вверх. Браво не переборщить, ну это шутка, конечно, мы говорили. На самом деле все делается спокойно, медленно, расслабленно. Вот, видишь, спину на приборке. Вот, отпускаем ноги. Хорошо, вот так, попрощайся спирально, чтобы отпустили косточки таза. Правую коленку вверх. А можно самостоятельно что-то подобное на другую телу выполнять, чтобы... Можно, можно до железы. Вот смотри, ну нормально себя чувствуешь сейчас? Да, да. Не больно, да, не пугает ничего? Нет. Прям звезды показали. В глазах. Голова расслаблена. Сама не вращает, не вращает, не вращает. Это правильно, как колесо напряжено. Да, вообще. Вот смотрите, когда вот эти напряженные мышцы, они чаще всего у женщин будут напряжены. Потому что мы, девушки, носим сумочку, да, мы... Тяжелые сумочки. Да, чаще всего на одном плече, либо на локтке, да, напрягаем. Потом мы сидим за компьютером, склоняем голову так, либо кто-то там вышивает, второй еще хуже, даже шишки тут образуются на седьмом шее на позвонке. Вот. Поэтому это место надо всегда расслаблять. Можно его самому расслабить? У меня там на канале YouTube есть целый курс. Как можно помочь? Нет, мурашки хорошие. От этого места? Да. Это просто мужчина, когда не делая массаж. Нет, я делаю. Ну очень давно. На шеи. А, нехорошие, нехорошие? На шеи точно нет. А вы теряете какая-нибудь голову? Нет. Он же потеряет. Нет. Вот видите, я движение делаю, смотрите внимательно, если вы выучите. Не в плоскости вот в этой, а сагитарная плоскость называется, да? Да, по спирали. По спирали логарифмически. То есть и не вперед, и не по диагонали, да? Я вот движение, как... Как будто представьте, что здесь вот меч, да, самурайский. Я, как самурай, вот такую делаю движение. То есть отсюда, вот туда и вниз. Сложная кривая, вот такая нарисованная в пространстве получается. То есть это и не по диагонали, да? И не вниз. А то вот так вот, вот туда и вниз. Вот еще раз смотрите. Упор делаю в плечо. Кстати, можете сами сейчас себе попробовать. Хотите? Давайте, у нас же тренинг. Могу. Да, нет, она моя подруга. Да. А что? Понятно. Типа если бы на голову ее остались... А то, что я буду делаю делать? Ну поменяется, что вот... Как вас, Александр? Ерман. Ерман? Наверное, попробуйте. А, конечно, сам вас, да. Садитесь, знаете как? В друг другу. Спинка... Ой... Не спинка к спине, а как обезьянка садится. Лицом к спине, да. Ты начинаешь... Ты снимаешь? Да, да, да. Садитесь. Вот можете подушку использовать. Как обезьянки сзади вот так посадятся, да? И... Все массажные технологии, все это на самом деле... Все. Мурашки опять ходят. Из природы. Когда человек изобретал, ну это немножко история... Откуда вообще берутся вот эти технологии. Всем приятно, да? Вот животные, когда ущипывают плохо друг друга. Но вы не знаете. Вы не животные. Кто тут живет? Я. Знаешь, когда, да? Вот они когда заканчиваются, вы мартыши видели, когда заканчиваются? Они берутся, плохо обратно собирают, а опять на голову. Потому что это приятно. Просто приятно вот это... Друг другу такое делать. Массаж. Кошки делают массаж. И другим кошкам и людям. У меня тоже много роликов есть на канале YouTube. На эту тему. Как животные вообще делают друг другу массаж. И слоны там, и змеи даже делают массаж. И волосы хорошо, как пол... Слегка удергиваются. Ну, это короче полезно. Да, да, да. Это кровообращение увеличивает, я так говорю. Все правильно говорите. Чему я так говорил? А, давайте попробуем вот с шеей. Будете пробовать? Я не помню, что это зовут. Анна. Анна. Давайте вот... Ну, я не знаю. Это на меня на этом начале, потому что... У нас мало. Ну, давайте вот две пары образуем. Вы пары, и вы пары. А я пока Наталья не буду показывать. У нее хорошая шея, но перенапряженная. Это работа. Это работа. Это работа должна признаться. Вот, смотрите. А, волосы у вас... Да, у меня проблемы с фактическими, поэтому... Не, ну, тогда с этой стороны. Раздеваться тут? Я просто сниму. Да, верхнюю розетку можно скинуть. А вы же тоже делаете массаж? Какого вы делаете? Я делаю классический, я из формы все же. А, с домом? Да. Дома где, дома, да? Я снимаю массажный кабинет. А, снимаете? Да. Вот есть разные способы. Просто, действительно, можно массажный кабинет не снимать, а даже дома у себя использовать. Ну, как-то, да, в кабинет. Нет, а все у тебя звоночное зависит. А мне люди приезжают домой. У меня там дети, в принципе. По-разному. Да, я тоже хотела. А по-разному. Там 30-40% на берем. А, понятно. Ну, просто обычно у меня очень много готовых массажистов, и я их подвожу. Ну, случайно. Они мне отдают 30 салонов. Я думала, наверное, это много, просто в другой отрасли. Я даю 10. Значит, это знакомые. Отдают. Ты же их не трудоустраиваешь? Просто кому-то другому отдают. Ну, я отдаю там с знакомым, либо те, с кем я общаюсь, они мне отдают, что салон постегивают. И по диспетчатам. Давайте, смотрите. Вот этот салон уже обеспечивает и рекламу, и поток клиентов, и все оборудование, и воду, и масла, и все остальное. Поэтому, как правило, салон обычно берет от 50 до 70%. Да, да. Обычно. А у меня гораздо меньше. А, вы берете 30 салонов? Наоборот, берете 30 салонов, а у нас даже получат 60 салонов. И там, и масла включены. Да, да, да. Не, ну, масла там, они дешевые уже сами привозят. А, угу. Ну, масла. А, вот это самое. Я отграду. Да, просто. Да, спасибо. Ну, рассказывайте всем, если есть интерес, да, можно будет туда. Ну, единственное, что, вот опять же, нам интересно устраивать только те, кто прошел вот эти тренинги. И вот если до франшизы человек дойдет и будет покупать целиком бизнес, да, то тоже только те, кто тут обучились. Нам нет интересного. Интересно, когда шесть со стороны, кто тоже у людей есть деньги, нам лучше своих обучить и поставить сюда. Понимаете, ну, это такой принцип компании. Страншизы будут покупаться не полностью, а только частичные салоны. Или можно покупать полностью? Ну, пока еще не знаю, но там еще. Понятно. Значит, ну, отказали решение, что я буду вставать. Да, да. В России учиться как-нибудь. Анна. Ой, Анна, да, извиняюсь. Смотрите, берете вот так захват и у вас сразу пальцы большие, да, они укладываются вот на эти места. Вот, они впиваются как раз в уголок попавки, откуда ведет самое большое напряжение к верхней части седьмого позвонка. Начинаем расчетными движениями от центра к периферии. Чуть-чуть пальчики переставляем ближе на саму вот эту мышцу. Вот сюда, вот ниже. Да, вот сюда, вот ниже. Это почти как Ширасу массаж, знаете, такой, да? Он точный, он можно и делать такой же тоже. Точечный массаж Ширасу отличается от обычного массажа только тем, что у него как раз вот эти вот используются уже. Как ты начала в первый раз. Да. И они как бы винчиваются туда. Я не знаю. Почувствовала? Да. А тут у него есть, вот даже он говорит, видишь? Да, да. Вот как бы винчиваешься мягко и увинчиваешься, и увинчиваешься, и увинчиваешься, и увинчиваешься. И если она присутствует, то она, в принципе, хорошая. И проходимся дальше по вот этой аппетитной мышце, можно сверху, да, вот такими внучившимися движениями, до пазины, дорогие, чешные. Базины, мурашки ходят. Да. Вот, да, вот эти пазины. Бывают болезни, да. Ну, вообще, конечно, начинать нужно с растирания. Растирание, в данном случае, может быть разным. И вот так можно, да. Такими, уговыми движениями. Вот так, лучше лежа, да, и на вот этой плоскости. Потому что здесь вот так тебе будет тяжелее. Вот, чтобы оплатить вот это вот мышцы, как пицевидно, я предлагаю вам немножко другое движение сделать. Вот так можно перезвращивать. И получается, смотрите, вот у нас вот такой вот мил. Вот мышца, она, колбаска, да. Моё вот захватываем вот этими пальчиками. И начинаем её вот так применять. Сначала, сначала растираем вот так вот. Я вообще придумал, да, 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 энергичный. Вот, смотрите. Желательно вести. Можно прям запасить шею даже. И от шеи идём к соединению ключиц с плечом. И от шеи идём к соединению ключи. И от шеи идём к соединению ключевого соперника. Ну, видите, конечно, надо, посмотрите, она уже переграла до своего второго дня. Видите? Если он сбежал, то берем его. Обязательное покраснение, это говорит о том, что нормальная кожа кожа, да, и кросс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс-корс. Вот, 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 вот. А, не, супер, получается. Что, что, молодец, все звучали? Да. Песня «Простые движения» 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 где человек ложится на спину, подрабатывается лицом. Но можно даже без этого. Приехали в офис, вот мы создаем команду, например, с вами, как эти охотники за привидениями, с костюмами такие. Приехали в офис, выбежали, хоп-хоп-хоп. Кто, бухгалтера? Так, с бухгалтерами. Раз и раз поработали, скажем, собрали деньги за 15 минут. Представляете, мы весь отдел уже можем работать. Нет, там отдельно саживать, на цену берет лица. Да, один. А у нас лежат же тоже несколько человек. Смотрите, офисный болячек. У кого по статистике, какие мышцы больше зажают? Можно, да. Вот я сейчас прохожусь уже по позвоночнику. Смотрите. Ты успеваешь сделать, если я быстро рассказывал? Вот так делай, да. Теперь смотри, вдоль позвоночнику. Да, можно так. Это мы разогреваем. И вот такие шерцу, точечным пальчиком, вдоль позвонков, вдоль лопаток, вдоль лопаток, вот так вот идут точки. Вот здесь вот, вот здесь вот, вот. Вот, да, посланусь уже. На самом деле, идет несколько таких, вдоль точек, мы поняли, много утираемых дверок. Давайте, даже, одни, вернемся, чтобы это уже совсем приняло. Я потом посмотрю. На самом деле, мы выбираем две полоски, две зоны. Вот, если лопатку привести, здесь она упирает. Хорошо, чтобы было просто на камеру не видно. Вот позвоночника. У нас толщины пальца. Да. Вот мы отмеряем позвонок. Ну, грубо говоря, отсюда, где-то полтора сантиметра. Да, это по самой мышце получается. Дальше мы отмеряем по позвоночнику три пальца. Получается вот еще одна зона. Она повторяет, наверное, лопатку. Но лопатка просто у всех разная. У Калаташвили, даже если она уходит, лоски там бывают, лостинки. Вторая группа точек находится вот здесь. Сейчас нам не обязательно все это вот, как я, запоминать, заморачивать голову. Просто запомнить, что идет много. Буквально вот так и шесть точек идет. И вот так шесть точек. Вот здесь, плюс здесь. Точки есть же опять же вот тут и вот тут. Посмотрим, пойдем. Но сейчас давайте вот, скучимся по спине. А я вот такое вот делаю тоже. Не, мне кажется нет. Потому что я делала вот так, что… Середина же не пальца, они подкладываются на все и в чем-то занималась. Ну, вот понимаете, есть разные клиенты просто по консистенции тела. Я даже их разбил. Да. Не конституции, а именно консистенции. Я их даже разбил по такой этой схеме для себя. Тело сметано-образное, тело желе-образное, потом пластилино-образное, потом глиняно-образное, потом деревянно-образное и самое жесткое – каменно-образное. Реально, да. Реально, да. Мышцы действительно… Тот, кто не ходит, если не занимается, настолько они каменеют там реально. Вот здесь вот под лопатками такие камушки, их размять очень тяжело. там используются очень жесткие техники и локтями, и коленями давят, и специальными этими… Локтями – это вот эти. Да, да, да. Нет, у локтей смотри. Можно тоже надавливать… Можно этой части, да, можно вот этой, можно вот вот этой части, вот она более плоская. Да. Можно даже вот эта часть. Да. Между двеней больше. То есть получается… Прикольно. Да. Вообще мы там будем изучать на этом тренинге все виды касаний. Тут практически можно и пальцами, и вот эта часть, и вот эта, и вот эта, и вот эта часть, и вот эта. Всем и коленями можно делать. Вот именно для таких грузных мужчин. Это, как правило, мужчины с ко мне выходят. Да. Женщин более такое… Женщин более легче. Да. Сами тела йог. Среди женщин чаще встречаются жильеобразные. Больше… Все. Хотя, кстати, это… Просто очень плотно. Как ты спортом занимаешься? Ну, это массажный спорт, скажите. Ну, я вообще никогда… Ты спортом не занимаешь, но мне все говорят, ты нелегкая. Этикой занимаешься? Нет. Массаж энергичный. Да. Вот смотрите. Дальше мы можем перейти на точечки. Это тоже касается мануальной терапии. Кто-то из мануальных терапевтов или усталопатов использует специальные молоточки или киянки даже. Но не по позвонку, а по соседним местам. Мы эти кияночки можем заменить пальчиками нашими. То есть мы можем вот так вот крутить, постучать, проходясь до черепа, по 8 большим. И включайте, да. Включайте вот все остальные пальцы тоже. А по камне лопатка звучит? Да, можно по лопатке. Вот что еще интересного. У массажиста все инструменты могут быть его руками. То есть не обязательно. Кто-то носит с собой какие-то эти камни из массажа буаши. Знаете такой? Стрибки, да. Но они делают либо из камня, либо из рога яка, либо из малахиты. То есть дерево тоже делают? Да. То есть слоянский массаж наподобие тоже слоянской детьми, это там слоянской детьми. Вот. Да, да. Это хорошо. Это, ну да, сейчас не к тему. Но вообще у нас такие массажи тоже в дальнейшем будут преподаваться. Смотрите, вот эта ударная техника, я ее называю перкуссия. Даже отдельный семинар тренинг хочу провести только по ударным техникам. Там и чашами поющими, и всякими палочками бамбуковыми, и клочками, и молоточками. Дальше смотрите. Креольский массаж. А, вот ты знаешь, да? Креольский массаж. Вот бамбуковыми палочками, кстати, они чем хороши? Фактически мы можем руками сделать то же самое. Слышите? Это что? Это передается вибрация. От пальчика к пальчику. А в бамбуковых палочках, там такое скучное вещество внутри насыплено. Ну чаще всего есть, да? Мизинцами. О, мизинцами. Стучите, стучите. Попробуйте. Желательно, пальцем можно будет прямее. Чего они здесь пересекаются? Я бы нужна палочка. Попробую здесь. А, получится? Да, получится. Вот. Делаем. Получается вот так? Бей. Смотри. Дальше. Ну-ка, у всех такая ошибка? Ну-ка здесь. Ты не можешь. А ты? Вот. Вот. У меня легко получается. У тебя тоже легко, так почему ты прижал руки к себе? Чуть-то дальше, ну? Да. Вот у тебя руки очень жесткие. У тебя чуть помягче. Смотрите, вот у него грубейшая ошибка, он ведет от локтя. То есть у него где-то спирали, как я говорил, нету. Понимаешь, вся должна, вся рука должна вся совершать. Вот если бы сюда я приставил маркеры определенные, сошеления этой руки, и вот так вот провел, я бы получил это движение, похожее на эту логеремическую спираль. Помните, я рисовал? Вот. Вот. Она должна быть жестким таким. От локтя. Да-да. Еще клещ. Еще. Расслабь. Расслабь. Ну, он все расслабил. Сам ничего не делал. Вот. Ударная техника. Вот. 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 Получается. Вот. Понятно? У тебя хорошо, но у тебя зажатый локоть. Локоть тоже расслабляет. Дядя. Дядя. Получается? Тоже не совсем, тоже немножко зажатый. Травма была, да? Нет. Просто дури. Вот. Теперь это все мы делаем двумя руками, заменяя вот эти бамбуковые палочки. Потому что смысл бамбуковых палочек за счет вибрации передать энергию глубже. То есть нам происходит такой парадоксальный эффект, когда у нас поверхностные слои кожи остаются холодными, а внутри согревания. Ты испытывал на себе? Нет? Не испытывал. Вот мы так же начинаем и здесь. Когда мы это делаем перед камерой или перед каким-то сферам. Получается эффект стробоскопа такой. То есть он на меня может в клуб приглашать, а я буду вам стробоскопом работать рядом с дизейном. Вот так. Достаточно сильные энергичные движения. Давайте теперь, давайте дальше. У меня еще не досталось, на самом деле. Так, почувствую, что это на точке. Ну, почти один. Сейчас я немножко разомну, чтобы у меня что-то конец будет. А он может поменяться с дубом. Я? Нет, а с золотой как золотой. То есть с его там? Да, да. А, ну надо будет. Вместе с этой паре. Так я не очень везде делаю. Это не говорю. Давайте я у тебя. Все, быстренько доходим, вспоминаем эти упражнения, доходим до кондиции, еще есть вот такие, когда мы берем прям вот эту мышцу большую и разводим ее, растягивая в сторону, к плечам. Когда я еду, например, в транспорте, в метро, я иногда сам себе вот это делаю, опять же, сапог, да, просто беру захват вот эту вот мышцу, вот так вот сам себе крепко, и начинаю ее разминать, разводя ее в сторону, либо даже отложу в сторону, измешивая спину. Я пользуюсь случаем. Помните, я вам с головой показывал еще, что мы делаем, да? Давайте попробуем, захватив эту мышцу, нет, 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 нет. Не так, локтом упирается сюда, не в эту сторону, с этой стороны, вот так упираешь локтем, не в эту сторону, в эту, все липы. Вот смотрите, сейчас без мышц попробуем, да, локтом упирается, то есть вот так, на себя, на себя. Еще, нет. Сильно, ты не борешься, ты не борешься, ты просто упираешься вот сюда локтом, ничего, ничего. и на себя вот да можно раскрутить голову чтобы она не привыкла к вашей ладони и мягко накладываем полностью на череп вращаем с давлением давим в череп